Усаживайтесь поудобнее, платить за проезд не нужно. В субботу на маршрут вышел исторический троллейбус. Экскурсию по двум главным проспектам Ленина и Шереметьевскому провел краевед Александр Тихомиров. Акцию организовал комитет по культуре и приурочил к празднованию Международного дня охраны памятников и исторических мест. Как вы видите, очень много все-таки экскурсантов и стоят, и желающих все равно он не вместит. Но мы не можем забить троллейбус, поскольку это будет уже сложно воспринимать экскурсию. Взрослые и дети. Узнать в родном городе что-то новое хотелось всем. Почему железнодорожный вокзал похож на фабрику, где на проспекте Ленина собирались построить дворец труда в форме серпа и молота? Какая из центральных улиц раньше называлась пасекуша? Александр Тихомиров не просто рассказывает об истории каждого здания. Он предлагает слушателям взглянуть на городские достопримечательности по-новому, сквозь призму их прошлого. Например, на музей Бурлилина. Когда мы подходим к зданию, оно всегда темное, потому что оно обращено на север. Это тоже не случайно, потому что, заходя в музей, мы попадаем в залитый светом вестибюль. И с тьмы к свету. Музей несет посвящение людей. Музей – это учреждение для посвящения. С другой стороны, музей – хранитель сокровищ. Там вот ламфоры стоят у входа. Это как раз символ памяти предков. Гребешок, путешествие по времени. Ну и там масса других символов на фасаде. Все они отражают эту идею музея. Скульптурную группу, поднимающую знамя, известную как памятник борцам революции, купили в Новороссийске. Сцена эта в действительности происходит на корабле, а не в Иванове. Да и облик революционеров совсем не соответствует героям того времени. Старые большевики, увидев эту структуру, они были в ужасе и ужасно лугались. За таком виде только пьяницы могли выглядеть босиком, без рубашек, без кортузов. Ни один уважающий себя рабочий никогда бы в жизни не пришел на демонстрацию, не имея сапоги, пиджак и кортуз. Экскурсия по центру растянулась больше, чем на час. Но никто из слушателей не пожалел о потраченном времени. Вы что-то едешь в общественном транспорте, все как-то набегу, набегу, для себя что-то так вот так, все вскользко, что-то узнаешь. А так все основательно, он рассказывает про все, про все исторические здания. Мне это интересно, я хочу историю, неинтересно. Очень интересно, это экскурсия об истории города, она просто восхищает, и я узнала очень много нового. Экскурсия от комитета культуры проходит всего лишь один раз в год. В день города, а запланирован он на май, подобную акцию будет проводить комитет по делам молодежи. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.